Следующие теми. Каждая маломальско уважающая себя модница знает, что если дело касается оттенков и цветов, то нужно обращаться в институт цвета Пантон. Вот жили мы спокойно, жили, никого не трогали, и вдруг бац, оказывается, что 2015 год будет проходить под знаком такого непонятного и странного цвета Марсалу. Что это такое, как с этим знанием жить, расскажет наш следующий эксперт. В моду вместе с сумасшествием и свободным стилем приходит еще и элегантность. Эти цвета очень взрослые, сдержанные. Они идут мужчинам и женщинам в возрасте. Но этот цвет уже несколько сезонов на подиумах сочетают с нежными, летними тонами, карамельными, ментоловыми. И он прекрасно, несмотря на свою харизматичность, сочетается с нежными цветами. Вы меня взволновали сообщением о том, что Марсала – цвет года. Не самый лучший вариант. Это тяжелый цвет, агрессивный. Психологически подходит далеко не всем людям. В основном оттенок Марсала нравится людям приземленным, с примитивными интересами. Еда, секс, деньги. У творческих и тонкоорганизованных людей он может вызвать депрессию. У тех, кто перенес тяжелое заболевание, может замедлить процесс выздоровления. Ни в коем случае не рекомендуется использовать этот цвет в интерьерах детских комнат. Что такое Марсала и как с ним жить в 2015 году, расскажет наш любимый модный эксперт, стилист, шопер Марина Степанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ужасное слово. Марсала? Да. Это название произошло от названия известного сицилийского вина. Вот такое вот красивое они решили. Ну вообще понтон любят красиво называть цвета вот этих вот. Марина, кто такие эти понтоны? Понтон – это очень известная компания. Все дизайнеры знают понтон по вот этому набору, по набору красочных веерочков, с которыми обычно сверяются при печати, при цветокоррекции и так далее. То есть понтон – это уважаемая организация, базирующаяся в США. И занимаются они исключительно цветом. Они работают аж с 60-х годов 20-го века. Но вот эта вот идея разрабатывать цвет года пришла к ним только в 99-м году. И с тех пор вот 15 лет каждый год у нас есть какой-то главный цвет года. На каком основании? Вот с чего они взяли, что сейчас у нас Марсала? Вот это очень серьезный процесс, то есть это не кому-то приходит в одночасье. Этому предшествует очень большая аналитическая работа. Вообще, чтобы определить цвет, собираются эксперты по цвету со всего мира. Они встречаются в одной из европейских столиц и там за закрытыми дверями в течение двух дней совещаются и выбирают. У них есть на вооружении хорошая аналитика, статистика. Они анализируют, какие цвета любят потребители, что им очень важно сейчас, что они слушают, какие фильмы они смотрят и так далее. Ну, очень много тенденций мировых собирается. И вот как-то на основании этого всего они выбирают, что этот цвет будет отражать дух времени. Не обязательно, что он всем нравится, но он отражает именно какое-то ведущее настроение этого года. А что это за настроение? Что символизирует этот цвет? Мы в начале программы видели два разных мнения. Влад Лисовец сказал, что это экстравагантность, спокойствие и богатство. А цветотерапевт сказал, что цвет агрессивный и тяжелый. И может плохо повлиять на творческие личности. Ну, может быть, на кого-то и может он плохо повлиять. Ну, и желтый, и красный, и черный. Все цвета могут на кого-то плохо повлиять иногда. На самом деле, вот, например, цвет прошлого года, сияющая орхидея, выражал творчество и энергию, какую-то дерзость. Этот же цвет очень спокойный и земной. Тут цветопсихотерапевт была, на самом деле, права в общей характеристике цвета. То же самое говорят и специалисты компании Pantone. Это действительно очень земной цвет, цвет базовых потребностей. И, по мнению специалистов компании Pantone, именно такие настроения сейчас есть у нашего общества. Люди хотят чего-то очень земного, очень естественного и стабильного. Понятного. Видимо, действительно, сейчас очень такие нестабильные времена, в которых хочется чего-то основательного и базового. Хорошо это или плохо. Мы хотим какие-то реализовывать сейчас свои действительно потребности такие. Жить спокойно, жить в близости, что ли, к природе, к своему предназначению и так далее. Я правильно понимаю, что этот цвет не только в макияже, не только в одежде, но и во всем? Да, Pantone это не фирма, специализирующаяся в какой-то одной только сфере дизайна. Они разрабатывают в целом цветовые тренды, которые применяются во всех областях дизайна. Есть цветовые тренды для одежды, для промышленного дизайна. Это, например, упаковка, автомобили и так далее. Интерьер, дизайн интерьеров. Этот же цвет Marsala очень рекомендуют использовать, например, в интерьере кухни. Что он добавляет какой-то теплый аромат специй и такой итальянский дух. И что вроде бы ваш стол, как говорят специалисты компании Pantone, будет выглядеть, что ли, таким более вкусным, более богатым. Используется он в косметике. И, например, Pantone очень тесно сотрудничает с Sephora и выпускаются косметические палитры, помады, оттенки теней, даже краски для волос, которые содержат пигменты вот этого красно-коричневого теплого оттенка Marsala. Ну и вот, ну то есть везде, 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 во всех областях дизайна это используется. Давайте к конкретике. С какими цветами Marsala лучше всего сочетать? У нас на экране есть палитра Pantone, да, вот рекомендованные оттенки к сочетанию. У вас есть свои варианты? Можете показать, рассказать? Да, я принесла несколько вариантов из того, что, в общем-то, те оттенки, которые я нашла... Вы можете даже встать вот к платью, приложить. ...в себе в офисе. Сами специалисты Pantone рекомендуют сочетать в неконтрастных сочетаниях, носить Marsala в неконтрастных сочетаниях. Допустим, сочетать его с розовым, с теплыми бежевыми оттенками, не создавая чего-то более яркого. Но для тех, кто привык к более сменимым решениям... Опять же, поддерживают ту идею о стабильности, без резких переходов, без скачков? Возможно, да. Также рекомендуется сочетать его с нейтральными цветами, вроде серого или серо-бежевого цвета. Тоже очень земные, очень стабильные оттенки. Для тех, кто привык к решениям, что ли, посерьезнее, посмелее, это варианты зеленых оттенков. Это как теплые оттенки зеленого, так и синие-зеленые варианты. Причем мы берем оттенки именно богатые, приглушенные и сложные. Marsala не стоит сочетать с цветами яркими. Допустим, ваша юбка, Оль, она ярковата для Marsala. С Marsala этот оттенок будет выглядеть грязноватым. Но она и не натурального цвета. Да, здесь цвета нужны именно очень такие естественные и природные, чтобы вот эта концепция сохранилась. То есть вот это, по сути, цвет вина, это цвет каких-то салатных листьев, может быть, что-то такое кухонное. Потребности в еде, это да, это отражает и название цвета, и его содержание, и, в общем-то, даже цветовые какие-то концепции, цветовые сочетания. Еще интересное сочетание может быть Marsala с янтарным, темно-желтым, с такими теплыми вариантами. Вы прикладываете два цвета, вот этот янтарный и бежевый? Допустим, такой вариант или такой вариант. Или такой, или такой? Можно и все три. Ну, то есть, допустим, вот вариант, когда мы берем три таких цвета, он также допустим. Это все одна палитра и три цвета все-таки мода разрешает, даже Александр Васильев разрешает, который консервативно достаточно относится к сочетаниям цвета. Но этот, понятно, что далеко не для каждого человека. А у вас еще лежит сиреневый? Ну да, сиреневый – это тоже такой нейтральный оттенок, который может компенсировать достаточную такую приглушенность оттенка Marsala. То есть, для некоторых, да, как тоже пишут девушки в комментариях на форумах, что этот цвет достаточно тяжелый, в нем, правда, содержится черный пигмент. Мне кажется, бабушкин какой-то цвет. Вот да, многие воспринимают, как бабушкин, как тетин цвет какой-то старческий, что он многим не подходит. И он действительно очень хорош для использования в аксессуарах. Цвет обуви, цвет сумок, цвет лака для ногтей совершенно шикарный, который многим подойдет. Действительно, вот это может быть не основа образа, не обмарсалится, да, как один из комментаторов сказал, а всего лишь добавить маленький какой-то элемент. Как-то мужчины будут нелепо в таких Marsala выглядеть. Пантон считает, что этот цвет не имеет какой-то половой принадлежности, что он одинаково подходит и для мужчин, и для женщин. Но у женщин, конечно, спектр его использования намного шире, в том числе, допустим, косметика та же. Для мужчин он рекомендуется именно в аксессуарах, в обуви, в сумках. И такие вещи на подиумах есть. И я бы сказала, что это не новый цвет для мужской обуви. Что значит цвет года? Все должны пойти и обмарсалиться, пишут наши зрители. Никто не должен обмарсалиться. Вообще присуждение чему-то или кому-то титула года, это же нередкое явление в нашем мире. Ну, например, киноакадемия выбрала Маконахи лучшим актером года. Это что значит? Все должны пойти и обмаконахиться, подстричься под него, фамилию сменить. Ну, то есть это такая же авторитетная организация, как журнал «Тайм», который выбирает «Человека года», как та же ассоциация киноакадемиков. Выбирается вот этот цвет, но это вовсе не значит, что он каким-то образом обязательно должен войти в жизнь обычных людей. Но при этом он все равно будет тем или иным образом там присутствовать. Он будет присутствовать, потому что этот цвет возьмут на вооружение дизайнеры, дизайнеры в разных областях жизни. И даже если кому-то неинтересна одежда такого цвета, она обязательно будет в магазинах. Кто-то, может быть, там купит посуду в этом цвете. Или случайно попадется какая-то упаковка какого-то товара тоже в этом же цвете. Он может быть везде. Просто его станет чуть больше в нашей жизни благодаря понтону. У нас зрители подумали о душе, вы смеетесь, в стране такие дела творятся, а кто-то выбирает цвет года. Это важно? Вот давайте действительно, я понимаю, что может быть красиво, может быть в тренде, модно. Но это важно? Это важно. Вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, это важно знать? Знать обычному человеку, по сути, это не важно. Это какая-то интересная дополнительная информация, которую он может услышать, улыбнуться, расширить свой кругозор, может быть, где-то сказать в компании, и все. По сути, на жизнь простого человека это никак повлиять особенно не должно. Понтон – компания, работающая с дизайнерами. И прежде всего, это важно знать специалистам в этой области. То есть такая, скажем так, узкоспециализированная вещь. А в таких серьезных областях, как автомобилестроение, архитектура, этот цвет тоже будет применяться? Для автомобилей, по-моему, это совершенно шикарный цвет. Мне очень нравятся автомобили в таких глубоких земных оттенках. Это смотрится действительно очень шикарно. Понтон тоже говорит, что это такой новый взгляд на роскошь. Здесь тоже была об этом цитата похожая. То есть он будет применяться совершенно в любых отраслях дизайна. Через какое время мы можем увидеть в масс-маркете вещи такого цвета? Вот в масс-маркете мы можем увидеть их в самую первую очередь, намного быстрее, чем в каких-то новых известных брендах. Может быть, уже и сейчас можно его увидеть. Этот цвет и так уже встречается в коллекциях. Он не новый. А мне интересно, вот в этом году цвет Марсала. Видимо, они приняли во внимание, да, вот и кризис, и сложную ситуацию, и психологические потребности человека. В прошлом году, вы говорили, была орхидея. Да, была сияющая орхидея. Такой сумасшедший ярко-фиолетовый цвет, который вот правда очень мало кому подходил, который можно назвать достаточно назойливым, раздражающим даже по каким-то таким ассоциативным характеристикам. Ну да, был такой цвет. Какой самый странный цвет года выбирал понтон? Был такой цвет, который действительно очень редко встречается в естественной природе, и представить его сложно. Ну, наверное, нет. У них достаточно такие все красивые, благородные и сложные оттенки. Какая-то такая картинка была? Есть? Ну вот... Была картинка со всеми цветами? Ну, да, если сейчас... Вот, ну, самым, наверное, интересным был все-таки цвет 2000 года, вот этот лазурно-голубой, который они назвали даже цветом тысячелетия. Марина, а научите разбираться. Вот я бы это платье назвала коричневым. Как мне понять, что это Марсала? Марсала – это красно-коричневый оттенок, в котором действительно коричневый... Не совсем бордо. Бордо – это темно-красный оттенок. Это все близкая группа. То есть Марсала красно-коричневый. В нем очень сильно должен читаться вот этот коричневый пигмент. Но он в нем есть, но он не основной. В коричневом, например, может быть больше желтого, или больше зеленого, больше оранжевого. Это, скажем так, коричневый, в котором больше красного. Ну и он действительно похож на вино. Винный. Ничего страшного не будет, если, например, вы купите вместо Марсала случайно цвет бургундии. Они очень действительно близки для обычного человека, которому вот эти тонкости, в общем-то, ни к чему. Но вами бургундий будет очень хорошо. И он тоже очень актуально. А как политические и социальные вещи влияют на выбор цвета года? Мы, видимо, вот с этого и начали. Да, мы с этого и начали. Что действительно специалисты по цвету руководствуются всеми этими данными. И экономическими, и политическими в том числе. Как они это делают? Это уже, конечно же, для нас секрет. Их технология, это их технология. Это действительно какие-то профессиональные исследования, маркетинговые исследования. Действительно, это наблюдения, это средства общественного мнения, может быть, какие-то опросы. Это анализ спроса, что действительно покупают, что не покупают. Это даже вплоть до того, какие страны люди предпочитают для путешествий. Какие молодые художники только-только выходят и очень активно завоевывают популярность. То есть на это влияет очень много факторов. И действительно есть социологические различные методы, которые позволяют вот эту информацию замерить, их в тренды. То есть мы сами выработали этот цвет? Да, мы сами выработали этот цвет. Он возникает не из потолка, и он не придумывается какими-то людьми высокого уровня. Не назначается сверху, не спускается. Он никем не назначается. Кроме того, Pantone, это фирма международная. Она не придерживается какой-то политической позиции, религиозной позиции. Она существует вне этого. Это просто социологические исследования, которые показали вот такое. Замеряется же рейтинг популярности каких-то людей. В моде замеряются, например, предпочтения по фасонам, по принтам в том числе. То есть все те тенденции, которые мы видим на подиумах, за исключением каких-то, может быть, самобытных дизайнеров, это не из потолка взявшиеся вещи, а это вещи, которые мы, которые они, специалисты по маркетингу вот такого уровня, собрали с улицы. Собрали, скомпоновали и нам принесли. Марина, спасибо большое. Зато теперь мы с вами знаем, что такое марсала, и умеем его применять в жизни. До свидания, дорогие друзья. Мы рассказали вам даже больше, чем знали сами. Редактор субтитров А.Семкин